и вот как так хочется сделать побыстрее а получается как всегда всем привет сегодня поговорим о модели самолета ил-38 н от компании восточный экспресс так сказать детальное рассмотрение и некоторые моменты постройки на перед тем как продолжить подписывайтесь на канал не забывайте нажать на колокольчик для воевременного получения уведомления о событиях на нашем канале также в описании к данному видео вы найдете ссылки на наши ресурсы и так приступим первое что хотелось бы отметить модель на первый взгляд отлита довольно таки неплохо но при детальном рассмотрении момент постройки этой модели начинают возникать некоторые вопросы такие как стыкуемость половин как я говорил в обзоре на деталях отсутствуют замки центровочные по которым стыкуются детали поэтому возможны перепады по высоте половинок также на деталях есть разная толщина пластика по стенкам до следующую перед тем как собрать обе половины фюзеля же нам необходимо для начала вклеить стекла иллюминаторов стекла на первый взгляд довольно неплохие для данного масштаба но после установки их фюзеляж получается так что они имеют не очень хорошую прозрачность и они не совсем ровные поэтому мной было принято решение переделать эти стекляшки на что-то более-менее лучшего вида скажем тогда и попробовал использовать несколько вариантов всевозможных лаков и смол остановился я на лаке для ногтей которые используют при окраске по моему ногтей в технике шел лак не насколько я понимаю да правильно в общем тот лак который сушится ультрафиолетом попробовал я сделать несколько иллюминаторов предварительно перед тем как выполнить все иллюминаторы этим лаком выглядит довольно неплохо единственное что его надо как-то грамотно наносить чтобы потом не пришлось шлифовать так как вот в этих участках и дальше предстоит все остальные иллюминаторы отшлифовать также посмотрим поближе как это выглядит перед тем как наносить лак необходимо ну и желательно в принципе согнать и выровнять обратную сторону внутри фюзеля же чтобы кругляшок у нас получался ровный по толщине а чтобы не было разной толщины стенки отверстия под иллюминатор далее наносим лак в каждое отверстие вот здесь можно обратить внимание на то как выглядит шлифованная поверхности отполированная после этого второй иллюминатор который точно также был отшлифован и отполирован и иллюминаторы которые еще не обработаны то есть здесь видно что капелька не совсем ровная но при этом она выпуклая выглядит она очень хорошо имеет очень хороший блеск и прозрачность также вот скажем большой иллюминатор получился просто отлично на настоящем самолете до иллюминаторы они плоские и слегка немного немного утоплены внутрь но на модели в данном масштабе масштаб это 1144 сделать утопленный иллюминатор наверное не представляется особо возможным так вот касаемо лака не знаю как кому понравится полировать или нет в принципе можно оставить и так наверное не совсем он ровный получается и с небольшой сферой наружу но блеск мне нравится больше возможно эти иллюминатор можно покрыть будет потом прозрачным лаком например таминиевским и блеск вернется сушится этот лак и буквально за три минуты под ультрафиолетом в моем случае лак оставляет липкую пленку после высыхания которую нужно удалить спиртом ну протереть просто банально и все при этом блеск не теряется левая сторона фюзеляже с иллюминаторами выглядят они конечно после этого очень очень хорошо предварительно естественно перед тем как наносить лак можно окрасить торец стенки под иллюминатор только после этого сделать лак будет еще более правдоподобно скажем так что следующее на этой модели что вызывает скажем так не то чтобы затруднения необходимо сделать доработку здесь мы имеем кель и толщина келя относительно этой стороны по рулю направления она разная давайте попробуем это как-то увидеть вот здесь вот есть такой треугольничек как бы плоскость да здесь она чуть больше чем здесь соответственно перед тем как следить две половины фюзеляже необходимо хотя бы согнать вот здесь вот высоту совсем чуть-чуть уже будет достаточно и будет выглядеть намного лучше естественно вот здесь вот у меня затек пластик сильно слишком сдавил но это все очищается и приводится в божеский вид далее стыкуемость фюзеляже у нас идет по вот этой вот линии от келя вот здесь она проходит и упор у нас получается повод в таком своеобразном гаргроте куда далее нижняя часть нижняя часть у нас как я не тянул она получилась ступенькой то есть придется это все выравнивать снимать и сгонять но это не очень сложно и потом прорезать кровь вот так же вот это вот хвостовая балка который завершает фюзеляж тоже здесь небольшой перепад получается все это надо сгонять также и необходимо подтянуть нос выровнять вот это вот место до под крыло так как одна половина пытается уйти при склеивании вперед также в модели не совсем удачно сделано вот это вот прилегающая плоскость под фонарь здесь мы видим небольшую ступень которую нужно будет сравнять для того чтобы у нас остекление встало ровно это вот первое что хотелось отметить перейдем крылу крыло у нас в наборе как вы могли видеть в обзоре если вы не видели обзор ссылочка на обзор будет вот здесь сверху крыло изначально было целое но при склеивании так скажем во первых половины давайте остановимся сначала на половинках крыло состоит из трех деталей это нижняя часть крыла и две такие консоли которые приклеиваются сверху так вот во первых вызывает сомнения толщина лобика крыла не очень правильно скажем так сделано потом перепад на законцовке детали разного размера придется подгонять это по нижней плоскости скажем так снимать верхнюю часть на верхней половинке и сводить за концовку также дорезая крой обратная сторона крыла вот здесь по кромке толстовато тоже желательно ее немножко согнать вот та чуть-чуть утончить вот и так для чего же я разрезал крыло пополам крыло разрезано пополам по причине того что она просто банально не хочет вставать сюда ровно видимо какой-то промах произошел при изготовлении мастер-модели и крыло у нас сюда хорошо садится не хочет посмотрим поближе и так на фюзеляже нас ответная часть под залез прикладываем к плоскости наш залез на крыле естественно это предварительно я все немножечко выводил наждачкой чтобы у нас это хоть как-то соприкоснулась вместе с небольшим выпуском наружу мы прикладываем наш залез то есть с установкой крыла будет много проблем опять же крыло придется выставлять и по горизонту и по углу относительно фюзеляже крыло должно быть установлено правильно не совсем здесь это все удобно сделано по этой причине я разрезал так как ширина вот этих вот вот этого места которое прилегает непосредственно к фюзеляже было шире примерно на миллиметра 3 пришлось выпилить кусок опять же здесь с обратной стороны крой по люкам по лючкам по раскрою который потом придется восстанавливать единственный момент надо будет уточнять размеры лючков и разметку соблюсти по чертежу насколько это будет возможно сделать здесь я не знаю но время покажет и так для того чтобы наши крылья встали горизонталь ровно внутрь я принял решение что придется вклеивать вот сюда как бы такую несущую балку продольную до по всей длине с упором в потолок обязательно то есть такое т-образное дополнение здесь будет по идее в этом месте у самолета отсеки под вооружение поэтому принципе будет нормально и ничего там мешать не будет я имею ввиду смотреть через иллюминаторы можно даже это темным закрасить и в принципе будет нормально нам в иллюминаторах важно то чтобы стекла просто имели нормальный внешний вид по глянцу и так когда появится здесь балочка такая да с упором то нижняя часть крыла будет упираться на балку посередине обе половины будут и тогда мы сможем заклеить нанести шпатлевку выровнять это все отшлифовать и придать законченный вид теперь касаемо центровки крыла относительно фюзеляжа крыло должно иметь определенный градус наклона то есть не 90 градусов угол должен быть не вот так с небольшим наклоном ориентироваться придется по чертежу и оба крыла должны быть одинаково идея замера проста верхней точки руля направления до крайней точки элерона придется это все замерять то есть расстояние с двух сторон должно быть одинаковыми чтобы модель у нас не получилось с по-разному установленными консолями грубо говоря наш у нас самолет не получился вот как нибудь так или вот так вот то есть четко установить в углы крылья это не очень сложная задача можно это все клеить на не очень быстрый клей чтобы можно было подвигать повыравнивать и так далее на этом у меня пока все дальше если у меня будут возникать какие то вопросы я постараюсь сделать материал и поделюсь ему обязательно с вами всем спасибо за просмотр не забывайте подписаться нажать на колокольчик и пока 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 пока